Молодцы! И возвращаемся лицом к короткому срезу коврика. Садимся на таз, в нашу классическую дандасану. Сейчас мы сделаем с вами еще один наклон к джану-ширшасану. Значит, мы из положения, классического положения дандасаны, да, зафиксировали себе. Здесь очень важно, чтобы ваш таз находился в нейтральном положении. То есть обе кости наши седалищные должны, как птички, находиться на одной линии. Вспоминайте нотный стан, да, когда вот эти линейки, и на них мы располагаем ноты. Так вот, наши седалищные кости, это наши птички, и они должны обе располагаться на одном нотном стане. Подтягивая правое колено к правой ягодице, и одним движением мы разворачиваем правую ногу в тазобедренном суставе, не двигая наши птички, разворачиваем вправо. То есть у нас, условно, если мы с вами посмотрим, должен образоваться угол 90 градусов между ногами. Разворачиваем корпус, можно поставить руки на пол и помочь сильными руками до развернуть наш корпус к вытянутой прямой ноге. Нога не должна быть мертвой, она должна работать максимально, поэтому зацепитесь левой пяткой за пол. Пальцы ног направьте на себя, бедро заверните вовнутрь, колено, и пальцы ног у вас смотрят в потолок. А животиком двигайтесь, пузико разворачивайте, пупок разворачивайте к опорной ноге. Делаем вдох, и на выдохе можно руки через стороны поднять и опуститься. Можно помогать руками, вытягивая, продолжая вытягивать позвоночный стол и стаза, двигаться животом к нашим бедрам. То есть мы не должны молиться с вами ноге. Мы должны опускаться из положения вертикального к горизонтальному положению. Сначала мы опускаем живот, грудной отдел, плечевой пояс, и только после этого мы можем наклонить с вами голову. Поэтому выбирайте свое положение. Не скругляйте ни в коем случае позвоночник. Тянитесь ровным позвоночником к ровной опорной ноге. У нас сейчас левая нога с вами рабочая. Если все хорошо, вы можете взять ремешок, либо согнуть ногу в колене, опять подтянуть ребра к вашей ноге опорной, взять себя с внешней и внутренней стороны руками и потихонечку опускаться вниз, не отрывая живота. Шея продолжения позвоночника. Локтевые суставы у вас немножко присогнуты, и вы как будто бы локтями расталкиваете невидимую стенку. И тянетесь к прямой левой ноге. На вдохе поднимаемся вверх. Возвращаемся в дандасану. Смотрим, не сместился ли у нас таз, все ли на месте у нас с нашими седалищными косточками. Сидят ли птички на одной линейке. Подтягиваем левую ногу. Обязательно меняем ноги, потому что все позы у нас асимметричные в йоге. И поэтому теперь у нас будет вытянутая нога с вами правая. Левую ногу сгибаем в колени и отводим ее в сторону с помощью разворотов тазобедренного сустава. Теперь мы руки поставим с вами на пол и постараемся развернуть наш корпус к опорной ноге правой. Колено правое, пальцы ног смотрят в потолок. Грудной отдел у нас раскрыт. Плечевые суставы кнаружи, лопатки втянули, все те же действия. Делаем вдох и на выдохе опять. Либо через сторону мы с вами наклоняемся, совершаем наклон. Либо мы начинаем руками подползать к нашей опорной ноге. Либо третий вариант. Согнули колено, зацепились ребрами, взяли себя за внутреннюю и внешнюю часть стопы. Потихонечку начинаем пяткой отъезжать от нашей ягодицы. Отдалять ее, упрямляя колено. Те же действия. Вдох и на выдохе подтягиваем себя к прямой опорной ноге. Плечевые суставы, плечи, грудной отдел, они должны у нас находиться в одной плоскости с полом. Поэтому ищите свое положение. Если необходимо, левые ребра подтяните к полу, правые отдаляйте наоборот от пола. То есть включайте свою внутреннюю осознанность и смотрите на себя изнутри. Может быть кому-то будет проще посмотреть на себя снаружи, чтобы ваше корпус, ваше тело лежало в горизонтальном положении относительно пола. Пальцы ногу натягиваем на себя. И на вдохе мы поднимаемся вверх. Возвращаемся в дандасану. Что мы делаем?